Монстры внутри меня. Тайные агенты. Сентябрь 1967 года. Сержант Тим Кармак только что отслужил во Вьетнаме и вернулся на авиабазу МакДил. Через четыре дня он слёг с тяжелейшей лихорадкой. Его жизнь была под угрозой. Моё тело буквально плавилось в постели от жара. Я впал в кому. Дела были настолько плохи, что матери и отчиму велели готовиться к похоронам. Я не должен был тогда выжить. Врачи диагностировали малярию. Но через пять дней жар спал, и Тим очнулся. Он полностью выздоровел. Осталось лишь одно недомогание. Периодические приступы астмы. Я не мог дышать ни носом, ни ртом. Не обращая на них внимания, Тим стал налаживать свою жизнь. Спустя 36 лет, в 2003 году, он занимался покраской зданий. Его бизнес процветал. Тим женился на бывшей медсестре Шэннон Поттер. Глава молодой семьи работал ещё усерднее, чем прежде. Тим работал без выходных. Приходилось тащить его домой. Его семья, казалось, долгие годы работы с краской подорвали его здоровье. Ноги стали опухать. Несколько месяцев опухоли то появлялись, то пропадали. Я думала, ему меньше времени стоит проводить на ногах. Тим пытается поручать работу другим, а сам отдыхает как можно чаще. Но это не помогает. Однажды утром он проснулся и увидел ужасную картину. В одном месте из ноги сочилась жидкость. Густая, желтоватая, похожая на детское масло. Мы вытерли кожу, но жидкость снова появилась. Не было ни пореза, ни каких-то повреждений. Она сочилась прямо через поры. Странное истечение обеспокоило Тима. Могло ли оно быть признаком чего-то более ужасного? Самое страшное, никто не мог понять, откуда появляется жидкость и чем это вызвано. Я решила, надо что-то делать. Такого явно быть не должно. Монстры внутри меня. Тайные агенты. Тайные агенты. Продолжение следует...